Со вчерашнего вечера очень сильно разогрета тема, которую СНБУ Украины вбросило в медийное пространство после соответствующего заседания во главе с президентом Порошенко насчёт миротворцев на Украине. Вот в этой связи я бы хотел прояснить нашу позицию ещё раз к тому, что было сказано нашими постоянными представителями в ООН, ОБСЕ, а также руководителям Нижней Палаты нашего парламента Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным. Естественно, мы в курсе этих сообщений, которые прошли со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины, который принял решение обратиться к ООН и Европейскому Союзу по вопросу развертывания на территории этой страны операции по поддержанию мира. Детали этой инициативы нам неизвестны, неизвестны также цели и мандат возможной операции по поддержанию мира. Мы исходим из того, что в основе предстоящей работы по урегулированию украинского грейса должна лежать концепция, заложенная в комплексе мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля к полному выполнению, которых призвал Совет безопасности ООН в своей резолюции 2202, единогласно принятой в Нью-Йорке 17 февраля. В документе четко говорится, что, дальше цитирую по тексту, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Что касается отвода всех тяжелых вооружений по линии разъединения, то этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке контактной группы. ОБСЕ также призвано обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня. Мы убеждены, что основная ответственность за всеобъемлющее урегулирование конфликта и выполнение достигнутых в Минске договоренности лежит на сторонах конфликта на Украине.